Третий месяц художница Анна Мезина вместе с командой волонтеров занята на одном необычном творческом проекте. Идею расписывать стены вначале Анна восприняла скептически, но когда узнала, где предстоит работать, сомнения исчезли. Участницы проекта наполняют красотой холлы и коридоры детского отделения онкологического центра имени Блохина. Был опрос детей и дети просили общая концепция из мультиков «Милые животные». Мой был первый эскиз, который практически я одна с Ольгой реализовывала, это из диснеевского мультфильма «Бэмби». Кот Матроскин из Простоквашина. Потом есть такой мультик, где очень много как раз животных по дороге с облаками. В команду волонтеров под кураторством Анны Мезиной входит более 20 человек. В основном это студенты профильных академий и художники-любители из Видного, которые постигали азы мастерства, посещая занятия клуба «Подсолнух». Им доверили разукрашивать эскизы. Началась самоизоляция у нас. Мы с ребенком стали активно рисовать дома в онлайн-режиме. Познакомились так с художниками. И вот когда увидели клич о помощи, просьбу, я с радостью согласилась. К сожалению, ребенок мой тоже очень хотел. Ей 7 лет. Она очень хорошо рисует и любит. Ну, пока детям, в общем-то, туда дорога закрыта. Ну, взрослые только пока рисуют. На сегодняшний день команда из Видного расписана более 40 квадратных метров на нескольких этажах отделений центра. Работа непростая, трудозатратная. Мы ездим по воскресеньям. Я трачу на это все свое воскресенье. Первый день мне было тяжело. Чисто физически именно вот держать руку. А потом так нормально. Хорошо. Справляюсь. Но, по мнению волонтеров, результат стоит потраченного времени и сил. Участница проекта, психолог по специальности Людмила Зорина, уверена, такие красочные росписи на стенах медицинского учреждения благоприятно влияют на настроение маленьких пациентов. Деткам и так грустно там, да, они постоянно лечатся, у них какие-то боли, там, неприятности. А здесь они, выйдя в холл, посмотрят на наши картинки, немножечко поднимется настроение. Даже был такой случай, одна пациентка, такая уже подросткового возраста, девочка, попросилась тоже раскрашивать. И с нами вместе раскрашивала. Роспись своего участка работы команда волонтеров из Видного планируют закончить к началу лета. Но им уже поступают новые предложения, ведь совсем скоро сдается еще один корпус детского отделения, стены которого ждут художественных экспериментов. Юлия Погосян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого.